Абсолютно неправомерно, что эти люди находятся там и ведут войну против нас, а кроме того бросают вызов другим республикам большего Советского Союза, начиная с России. И тяжелая ситуация на Украине – это в не последнюю очередь составная часть и следствие интриги армян, которые поставили перед собой задачу усилить свои позиции в Крыму, в Краснодаре, на черноземных, полдородных землях Юга России и расчленение Украины также входит в их задачу. Два года назад в одно из федеральных изданий вышла статья «Кубанский Карабах» ангажированного журналиста о проблеме так называемого демографического армянского взрыва на территории Юга Российской Федерации. Журналист русский по национальности – все бы ничего, можно было бы списать его опус на модный нынче нацизм или же на худой конец набивания очков. Ведь нужно же как-то журналисту заявить о себе, особенно если на горячей точке трусливо самому поработать. Вот и приходится сидеть в редакции и стучать по клаве. Это нормально. Тем более всегда кто-то виноват в наших несчастьях. Так было заведено в России испокон веков. А в 90-х это были евреи, в нулевых стали армяне. Но не тут-то было. Журналист оказался не таким уж и умным, как я изначально подумал. Его ангажированность выдали ссылки на азербайджанские источники. То есть когда он писал о том, что вскоре армяне будут претендовать на Черноморское побережье России, то есть Кавказа, Кубани, Ставрополье, Дона, постоянно ссылался на азербайджанские источники. Не думаю, что этот, извиняюсь за выражение, баран не знал о том, что Азербайджан и Армения находятся в стадии войны и причем информационной войны тоже. В настоящее время. И это в порядке вещей, когда Азербайджан, начиненный армянофобии, несет бред. А этот баран из России, русский журналист, подбирает этот бред словно падальщик. Был бы умнее, нашел бы независимые источники, но нет. В независимых такого не найдешь. Оттого и за ссылками, за азербайджанскими сайтами погнался. Все, но ничего. Я тогда откликнулся и написал довольно-таки громкое, хорошее опровержение всего его опуса. Но на днях, как оказалось, Азербайджан решил постучать не только России на плохих армян. Мол, ждите от них беды, они у вас территорию оттяпают. Ну и предупредить о всемирном армянском заговоре целый мир. Предупредить, мало ли, глядишь и весь мир захватят. Да простят меня евреи. Дошло до того, что в немецкой прессе стали рассказывать, что Россия, мол, в опасности. Разукрасили весь юг России в армянский триколор и предупреждают наши азероаналитики, что армяне, мол, вот-вот захватят эти регионы, так же, как и Абхазию. Приводятся умопоморочительные цифры армян в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Сообщается, что эмиссары из Армении просят у своих американских сородичей крупные суммы денег для реализации некоего проекта под названием «Великая Армения», план реализации которого армяне вынашивают уже более двух столетий. В 1826 по 1828 годы, как сообщается в прессе, когда Кавказ еще не принадлежал России целиком, на этих территориях были расселены свыше 40 тысяч персидских и более чем 84 тысяч турецких, или как тогда еще, османских армян. Дальше описываются события, как царские генералы армянской национальности под любым предлогом рассеивали своих соотечественников по всему периметру юга России. А позже, при советах, армянам стали отдавать якобы лучшие земли. Более того, армяне стали лезть во власть, в научные круги СССР, чтобы обзавестись поддержкой в тех же структурах власти. Все в этом, дущим. Порой мне хочется задать такой вопрос. Вы правда думаете, что Великая Армения – это земли от Армении до России и до Дона? Может, все же как-то погуглить, на любых языках погуглить, на любых, кроме азербайджанского языка, ибо этот язык начинает вас сразу же с первых строк пугать, когда рассказывает об армянах. Вы правда считаете, что именно армяне стали получать лучшие земли? Не странно ли, что Турция за счет Западной Армении имеет ту квадратуру километражную, которую имеет нынче, или Азербайджан за счет той же Восточной Армении имеет Нахичевань? Если камни Армении – это лучшие земли, то что такое нефть Баку? Урина земли? Думаю, кибероскярам не мешало бы поштудировать историю Кавказа. Именно Кавказа, не за Кавказье. Кавказа и Дона. Тогда поймут, что в этом вопросе лоханулись. Если говорить о Сочи и Абхазии, то там армяне живут столетиями. Корни армянских колоний, например, в Адмире и на остальном сочинском побережье, уходят аж в XIX век. Именно тогда первые армяне-поселенцы появились в сочинском округе. Это были беженцы из Османской империи. В дальнейшем было еще несколько потоков беженцев, особенно много в 1905 году и в период геноцида 15-го года. Что касается остальных регионов, армяне Кубани, Ставрополе и Дона появились в этих краях и стали обосновываться и даже возводить города задолго, как мир узнал о существовании азербайджанской нации. Хотя и было-то это относительно недавно, XVIII век, это время ни о чем вам не говорит. Армяне и Кубани поселились на этих землях почти одновременно с русскими. Да-да, территория-то адыгских народов. Ни русских, ни армянских, именно адыгских. Здесь среди горцев в средних веках и обосновались армяне. Со временем они настолько укоренились, что у кубанских армян появился даже отдельный этноним – Черкесагай. С конца XVIII века среди адыгов стал распространяться ислам и для Черкесагаев возникла угроза потери национальной христианской религии. Местным армянам пришлось обратиться к начальнику кубанской линии генерал-майору барону фон Зассу с просьбой принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских. Генерал дал добро, результатом чего поселение Черкесагаев переместилось ближе к костю реки Уруб. Это местности Черкесагаев дали название Армавир. Сейчас это город в Краснодарском крае, основанный армянами. И хотя предки поселенцев покинули Армению еще в XIV веке, новое селение они назвали в 1848 году в честь города Армавир, столицы Великой Армении в IV-VI веках до н.э. Кстати говоря, черкесагаями, черкесскими армянами, являются известный французский писатель Анри Труая, футболист Никита Симоньян, композитор Константин Арбелян, продюсер Луи Армстронга, Майлза Дэвиса, Бенни Гудмана, Джордж Авакян и многие другие. Ранее армянами-выходцами из Дербента также было основано поселение, которое сейчас называется городом Буденовском, в Ставропольском крае. Ну и это не все, еще ранее в 1779 году армянами, переселенными из Крымского ханства, был основан город у реки Дон Нахичевань. Он младше соседнего Ростова-на-Дону всего на 30 лет. Как думаете, можно ли считать Нахичеванских донских армян не местными? За 235 лет истории армянских поселений на юге России никому из армян в голову не приходило просить, а тем более требовать автономии. История этих колоний имеет богатое прошлое и настоящее. Армяне не тот народ, который бежит в Россию со своими арбузами и огурцами, дабы успешно продать и отправить в Сабирабад семье выручку. Армяне юга России – это прежде всего великолепные врачи, педагоги, предприниматели, деятели культуры. Любому журфаковцу Южного федерального университета известно, что первые газеты на Дону стали издавать именно местные армяне в конце 19-го – начале 20-го века. Издавали эти газеты выходцы из Нахичевани на Дону. Так газета «Приазовский край» с 1891 года выпускал Арутюнов, мой однофамилец. Газета стала самой популярной на юге России. На ее страницах печатался сам Антон Палчехов. Вплоть до 40-го года 20-го века армяне Дона выпускали 13 газет на русском языке. Также Донской край подарил миру таких армян, как Павел Луспекаев, запомнившийся зрителем в роли таможенника Верещагина в культовом фильме «Белое солнце пустыни». Художника Мартироса Сарьяна, писательницу, или как правильно, наверное, писателя, все-таки, Мариету Шагинян и такого писателя-фантаста, как Петроний Гай Аматуни. Вот уже несколько лет ансамблем русских народных инструментов Ростовской государственной филармонии руководит заслуженный деятель искусств России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Крикор Хурдаян. Ростовский предприниматель и политический деятель Арутюн Сурмалян, возможно, единственный в мире политик, во всяком случае я другого не знаю, который сделал чудесный жест. Подарил 198 квартир ростовчанам, обманутым дольщикам, людям абсолютно разных национальностей. Подарил безвозмездно. Также, если заглянете в историю российского джаза, то узнаете, что одним из первых, кто в России в советские времена стал популяризировать джаз, это был армянин Ким Назаретов. Более того, армяне никогда не были нахлебниками на Кавказе. Они основали на Кавказе города, как вы уже узнали, внесли свой огромный вклад в российскую культуру. Предки этих армян были активными воинами, генералами в русской армии, в русско-кавказской войне. Эти имена военачальников армян хорошо известны каждому школьнику в России. Это Мадатов, это Аргутинский Долгорукий, Бебутов, Тергукасов, Лорис Меликов, Серебряков и многие другие. Да, их фамилии подстраивались под русский слух. И не самими ими, армянами, а русскими. Времена были такими. А вы можете поинтересоваться их биографиями? Да спокойно можете поинтересоваться. Что сделали или ваши предки, господа, кибероскярня на Кавказе, если таковые были, их не было практически на Кавказе. Были там в 19-18 веках, кочевали по Закавказью и на Кавказе. Не более. Никакого следа после себя, как такового, это и не оставили. Ни города, ни населенного пункта. Забежали и стали жить. Основал кто-то другой водоем за свое. Ну, некрасиво как-то. Да ничего, в принципе, и не добавишь здесь. Писать едва тоже научились вязью. Тогда еще, я имею в виду, когда еще пользовались арабским шрифтом. Вязью писали и те 20% из общего числа. В то время, когда армяне уже руководили русскими полками русской армии. Ваши предки, совсем их немного было грамотных, умели писать. Так что имейте это тоже в виду. Так что, как говорится, не знаешь броду, несуйся в воду. И еще одна маленькая любопытная деталь. Хоть и не кавказской темы, но тем не менее. Географического характера. Недалекая от Кавказа. Нет армян и армянок с этнохоронимом азербайджанец и азербайджанка. Но есть азербайджанцы с этнохоронимом армянец и армянка. Это жители города Армянск в Крыму, основанные армянами в 1736 году. Именно 0,3% проживающих в армянске азербайджанцев называются армянцами и армянками. Азербайджан, береги армян и своих и чужих. Субтитры создавал DimaTorzok